У морских котиков в МС США существует специальное упражнение. Человеку связывают руки за спиной, связывают лодыжки и бросают его в бассейн глубиной 3 метра. Его задача выжить в течение 5 минут. Как это часто бывает на тренировках морских котиков подавляющее большинство новобранцев терпит неудачу. Многие сразу впадают в панику и начинают кричать, чтобы их вытащили. Некоторые пытаются плыть, но уходят под воду, и их приходится вылавливать и откачивать. За годы тренировок неоднократно бывали даже смертельные случаи. Но некоторым людям удается справиться с задачей, и помогает им в этом знание двух довольно противоречивых правил. Первое правило парадоксально. Чем больше вы пытаетесь удержать свою голову над водой, тем больше вероятность того, что вы утонете. Со связанными руками и ногами удержать себя на поверхности воды в течение 5 минут невозможно. Больше того, ваши беспорядочные дергания лишь только помогут вам утонуть еще быстрее. Фокус заключается в том, чтобы позволить себе опуститься на дно бассейна. Затем следует силой оттолкнуться ногами от дна и когда вас выкинет на поверхность, по-быстрому вдохнуть и снова начать весь процесс. Как ни странно, этот прием не требует ни сверхчеловеческих сил, ни особой выносливости. Вам даже не обязательно уметь плавать, скорее наоборот, от вас требуется, чтобы вы даже не пытались этого делать. Не следует сопротивляться законам физики, следует их использовать, чтобы спасти свою жизнь. Второй урок немного более очевиден, но также парадоксален, чем больше вы планируете, тем больше кислорода вам требуется, и тем выше вероятность, что вы потеряете сознание и утонете. Упражнение обращает ваш инстинкт выживания против вас же самих, чем интенсивнее ваше желание дышать, тем меньше у вас будет возможности для этого. Таким образом, это упражнение не на физическую силу, и не на силу воли. Оно направлено на умение владеть собой в критической ситуации. Сможет ли человек подавить свои инстинктивные импульсы? Сможет ли он расслабиться перед лицом потенциальной смерти? Сможет ли он рискнуть своей жизнью ради выполнения какой-либо высшей задачи? Умение владеть собой намного важнее, чем умение плавать. Оно важнее, чем физическая сила, выносливость или амбиции. Оно важнее, чем ум образования и то, как хорошо человек выглядит в роскошном итальянском костюме. Это умение и способность не поддаваться инстинктам, когда больше всего хочется именно этого, это один из важнейших навыков, которые любой человек может развить в себе сам. И не только для службы во флоте. Просто для жизни.